всем привет меня зовут гетманская тагуи и сегодня мы будем делать наращивание и естественное укрепление файбер базы номер 09 это база с шиммером но с таким крупненьким шиммером сейчас я вам покажу есть просто более мелкий шиммер на в номере 8 здесь шиммер покрупнее будем сегодня делать наращивание наращивание будем делать на верхней фой на нижней формы хотя кстати можно файбер база работайте на верхнюю форму на нижнюю форму вот эти новенькие укороченные они очень похожи на большие просто у больших здесь еще вырезана уже за вас а тут как бы то не нужно потому что все-таки тут идет более салонной классическое моделирование естественно подготавливать его пластину кутикулу я не трогала можно сделать обработку так как она свежая у меня и я не стала ее заново травмировать и опять таки я это покрытие буду снимать поэтому покажу вам как работать если например нанести ультрабон на только торец кстати файбербазу можно снять замачиванием например чтобы не навредить ногтевой пластине поэтому вы можете спокойно носить ультрабон только на торец только на свободный край работать будем и бутылочки прямо из вот такого большого флакона ну это удобно на самом деле сейчас покажу итак нанесли ультрабон ждем буквально там 30 секунд одну минуту как смотря как быстро испаряется ультрабонт если он перестал блестеть значит уже можно работать но я ждать не буду так как время у нас не резиновая наносим базу баз гель втирающими движениями это очень важно для того чтобы материал попал максимально можно сказать в самый верхний слой дарсальный и дал максимальную сцепку сильно под кутикулу мы не лезем но делаем максимально близко кутикуль кутикулу обрабатываем если у вас маникюр не свежий моему маникюру всего неделя то есть я уже делала несколько видов наращивания на этом ногте поэтому там все немного печально вот берем форму осушим 30 секунд базу достаточно форму конечно ставить перчатках очень тяжело будем стараться сделать аккуратно с ним лучше придется снять перчатки свободный край у меня есть если вам тяжело ставить форму свободы про можно полностью убрать я сразу стараюсь скручивать и ставить ноготочек на работа с моделью это немного другая работа чуть чуть полегче в этом плане поэтому таким образом я делаю себе склеиваем ушки вот эти полненько и сжимаем форму чтобы максимально узкий ноготочек у нас получился выравниваем по центральной оси как на то можно сделать можно положить палочку разделить у нас тут две фаланги всего на большом пальце вот эти две фаланги делим по полным смотрим ровно настоит форма или нет выравнили на зле на пути большая потусили не акцентируем на это внимание файвер базу если мы работаем из большого 30 миллиметрового такого флукона пузырька то лучше всего разравнивать на торце линеарной кистью ставим капельку разравниваем создавая свободный край мы делаем небольшое моделирование наращивание такой коротенько потому что базой даже файбер базы лучше не делать сильно длинная это очревато все-таки трещины стресс зоне можно работать в два этапа сейчас кстати тоже момент покажу если у вас материал течет а не хочется это очень долго разравнивать я бы достаточно густой за счет присутствия файбер волокон сикловолокна но все равно можно в два этапа то есть смотрите у нас получается небольшая такая выемка поэтому вот этот слой сушим буквально 30 секунд того достаточно потом берем еще одну капельку докладываем уже дать достраиваем к архитектуру то есть сильно долго не сушите чтобы можно было зажать кстати у нас база тоже зажимается не так хорошо как и при гель гель можно поставить еще одну капельку выровнять чтобы потом у нас было максимально ровно покрытие и берем уже закрываем в рост и лучше немного выйти за пределу а потом уже доложить точнее допилить спилить лишнее протянуть нужно немного на страницу мы ее еще раз укрепим такими движениями и сушим 30 секунд слой небольшой потом 30 секунд в принципе достаточно сушим если печет достаем и немного зажимаем из терпимо то может принципе посидеть но и хотел немного зажать арочку не сильно хотя бы чуть-чуть досушиваем снимаем форму смотрите чтобы качественно снять форму возьмите апельсиновую палочку и надавите немного на низ давайте немного увеличу будет лучше видно вот так отделяем чтобы вы не оторвали свободный край вместе с формой такое очень частое явление нужно работать аккуратно тут у нас два варианта исхода или вы опиливаете сразу форму и выкладываете или вы это делаете потом то есть вообще без разницы как вам будет комфортно сейчас можно пили перформу и тогда у вас уйдет меньше материала и архитектура уже будет готова или вы можете опиливать уже потом когда вы доложили досушили я сделаю второй вариант и для того чтобы выложить нам материал опять-таки не обязательно работать кистью тем более если вы работаете и так тоненькой кистью ставите в ту зону где у нас материал должен быть максимальное количество продвигать из двух сторон если много то можно конечно брать я так чувствую что много выложила вот и начинаем уже тоненькой кистью расправлять разравнивать подходить близко к кутикуле и лишнее сейчас уберу и уже линеарной кистью спускаем материал материал должно быть немного хочет все лишнему уберем лишним и убираем переворачиваем ногти не обязательно должен быть красивым бум их опиливать поскольку когда мы делаем наращивание все-таки у нас идет это в технике опила то сильно много материала выкладывать не нужно как это сделала я и сушим в лампе тут уже одну-две минуты смотря какая насколько мощность лампу если печет достаем ну тут принципе не сильно печет и так у нас есть еще файбербаза 08 она тоже шиммером но с очень мелким шиммером вот и я показываю уже лайфхак в к клипах если обрезать вот таким образом носик то очень легко перелить в бутылочку по флакон в таком формате поэтому мы таким образом можно обрезать и перелить быстрее потому что здесь носик очень узенький и за счет того что он длинный такой там получается длиннее здесь больше давления и надо прям выдавливать давите иногда неприятно и это очень долго поэтому обрезайте и выливайте спокойно также закрывайте крышкой все в порядке по оттенку давайте покажу даже сейчас вы увидите как легко выдавливается из того давайте тут листик уберу с поле панели здесь я прям буду выдавливать вы-то конечно не почувствуете напряжение которое у меня да а здесь очень легко выходит оттенки сесса тоже разные но вот самое главное очень часто спрашиваете если шиммер в восьмерке да он есть но настолько мелкие видите здесь его видно а здесь его практически не видно вот если вот так вот сделать фокус когда пропадает вот здесь вот видно видите мерцание такое вот у меня есть такой благородный шиммер здесь есть вот такой крупный серебристый один такой благородный его практически не видно но на руках все равно поблескивает то есть сильно растить на руках или сделать модель ирку то видно это поблескивание тут и оттенок немного другой тут сайте самый такой знаменитый оттенок вареной колбасы тут все-таки такой более бежевый оттенок розово-бежевый то такого оттенок вареной колбасы или телесно его часто называют все убираем дисперсию обезжиривателем и начинаем опиливать очень крепко смотрите ничего не гнется опиливать форму начинаем конечно с параллели опиливаем форму у нас будет форма овал миндаль нас тут не получится маленькая такая аккуратно форма овал и опиливаем поверхность и когда уже пилить он очень хорошо видите пилиться за счет того что все-таки база жестко она не мягко она имеет среднюю вязкость но на жестко за счет опять-таки присутствия в составе файбер вот этих волокон который как раз таки усиливают и армируют хорошо все форму мы и поверхность опилили обезжириваем и вы спросите что делать с кутикулой если все-таки ее бы хотелось убрать да не оставлять такое состояние самом деле можно на лбу нанести так как я часто делаю на себе ногти или тестирую что-то поэтому к сожалению ногти у меня страдает и не могу часто обрезать кутикулы на его в этом случае помогает спасать можно сказать мы берем nail bob берем апельсиновую палочку можно взять пушу и я сейчас сильно ждать не буду и можем вот таким образом аккуратно убрать все лишнее и потом зашлифовать кутикулу просто фрезой фрезой шла убирать обезжириваю еще раз очень хорошо обезжириваю у вас родитесь обезжиривателя после на альбом может даже пройтись ультрабондом все и ноготочек наращивания готова перекрываем ноготочек топом ультрашай и наносим масло для кутикул вот так можно нарастить небольшую длину с помощью файбер базы потом уже длину сделать чуть чуть даже больше это не критично